Нас пригласила вдова Яншина, Нонна Владимировна. Кто, увидав этот холл, весь увешанный фотографиями, растерялся. Помните, как в театральном романе Булгакова? В фойе МХАТа висели портреты без всякой системы. Рядом Сары Бернар, заведующий осветительными приборами Андрей Пахомыч Севастьянов. Между императором Нероном и Мольером современная актриса Людмила Сердестровна Пряхина. Я понял одно, что рассказать за 35 минут о таком разностороннем актере и режиссере, каким был Яншин, невозможно. А что, если нам следовать за принципом Яншина, который он воплотил здесь, в своей фотогалерее? Мы хотим подробнее рассмотреть несколько фотографий и историй, связанных с ними. Он женился в 1926 году на Веронике Витольдне Полонской. Он повел ее под венец в этой знаменитой церкви Воскресения на Успенском в Рашке, которую мхатовцы почитали за свою. Она ученица школы МХАТа. Он молодой актер, уже завоевавший положение на сцене. После венчания учитель Яншина Станиславский преподнес ему свою книгу «Моя жизнь в искусстве» с надписью «Милому, талантливому Михаилу Михайловичу в знаменательный день его жизни». Любите жену и искусство. Будьте верны им. Будьте нежны и заботливы к ним. Умейте приносить им жертвы. В этом счастье мужа и артиста. Любящий вас Константин Станиславский. Андрюшка, где же генерал? Сию минуту. Раздевается. Будьте всю жизнь благодарны мне. Не генерал, а малина. Малина. Его превосходительство, господин Ревунов-Караулов. Милки, просим ваше превосходительство. Очень приятно. Маленький. Пожалуйста, пожалуйста, ваше превосходительство. Историческое место, чудом сохранившееся до наших дней. Никто его не снимал. Мало кто его знает. А в 20-е годы здесь работал кружок друзей искусства и культуры. Эти стены видели Нежданову, Голованова, Алексея Толстого, Есенина. Яншин сюда приходил со своей молодой женой, настолько неопытной, что она ему на первый обед приготовила курицу вместе с потрохами. Нора была страстной тусовщицей и картежницей. Здесь стояли ломберные столики, она играла в карты, а Михаил Михайлович чаще всего играл на бильярде с самим Маяковским. И однажды он познакомил поэта со своей молодой женой. Случилось так, что Нора оказалась последней, кто видел Маяковского живым 14 апреля 1930 года. Утром этого трагического дня она была в его рабочем кабинете в Лубянском проезде. Она торопилась на репетицию. Маяковский просил ее не уходить, побыть еще с ним. «Как не уходить?» – удивилась она. «Репетицию ведет сам Владимир Иванович Немирович Данченко. Я же не могу остаться без театра». Выстрел прозвучал, как только за Норой захлопнулась дверь, и она оказалась здесь, на этой площадке. Яншин, его в тот же день вызвали к следователю, сказал, «Маяковского все легали копытом. Все, и друзья тоже, все легали. После премьеры Бани вокруг него не было ни одного человека, вообще ни одного. Позже приехали моя жена и я. Один был Маяковский, совершенно один». О связи своей жены с поэтом он не знал или не хотел знать. Они прожили вместе еще три года. Лишь перед самым разводом Вероника Витольдовна рассказала мужу, что была любовницей Маяковского.